Друзья, всем привет! Добро пожаловать в наш новый влог! Сегодня, наконец-таки, я добралась за документов наших. Вот просто посмотрите, сколько здесь всего, видите? Так, вот. Здесь кое-какие документы, которые мы привезли еще из Казахстана. Уже, конечно, больше половины это то, что мы получили уже здесь, в Германии. Сейчас я хочу со всем этим немножко разобраться. И сложить вот сюда. Наконец-то у нас появилось место для хранения всех документов и всего прочего. Будем сегодня разбираться в немецкой и казахской бюрократии. Еще кое-что есть, что я хотела бы вам показать, то, что мы привезли из Казахстана. Не переключайтесь. Пока сижу, разбираюсь в документах. Вот, кстати, у нас будет термин 18 июля от жоп-центра. Не знаю, что там они нам будут говорить. В общем, узнаем скоро. Кто еще находится на стадии переезда? Кто еще не переехал в Германию? Готовьтесь вот ко всему этому. Ну, я для удобства, допустим, сделала одну папку, да, где у меня вот именно уже немецкие документы, которые мы вот получали. Тут начиная от «Ауфнам обещает» до вот всех прописок и так далее. Они у меня хранятся вот здесь вот. Есть также у меня папка «Казахстан». То есть здесь все наши казахстанские документы вместе с переводами, апостелями, со справками, которые я вот в Казахстане делала, переводила. Потому что мы меняли, по-моему, свидетельство о рождении несколько раз. И потом приходилось вот делать справки о рождении именно с апостелями. Почему мы меняли свидетельство о рождении? Также здесь у нас вот прививочные паспорта. Мы их так еще не перевели. Кто в Казахстане, ну, в Казахстане, либо в России находится, лучше сделайте эти прививки, переводы там. И также вот здесь личное дело Богдана. В общем, все казахстанские документы. Красная папка у нас это сам свет говорит о себя. То есть когда мы получаем какое-то письмо и, возможно, какой-то вот термин, либо нужно срочно на него ответить, я ложу в красную папку, чтобы такой, знаете, аж кричащий свет. И вот здесь вот эта синяя папка, это вот за год, сколько мы получили писем от различных организаций. Но мне кажется, уже надо скоро, наверное, будет заводить по годам. Либо как-то отдельно от джоб-центра отдельно. Ну, больше всего, конечно, от джоб-центра приходят. Ну, здесь вот и от фамилии Анкасы, и от АУК. И, кстати, вот по поводу того, что мы жили в Хайме, нам ежемесячно поступали вот такие вот, как это сказать, рехнанги, да, счета на оплату. Здесь вот было прописано, вот сколько за нас, получается, за вот это койко-место. На взрослого 86 евро, а на детей 52 евро. То, что мы жили в этой комнате. То есть за эту комнатку каждый месяц 276 евро. И оплачивала это все джоб-центр. Мы просто это отсканировали и отправляли джоб-центру. Вот за каждый месяц прожитый у нас есть все счета. Последний вот апрель. Должен где-то быть еще за май. Куда я его сунула? Не знаю, надо найти. Вот так вот. И вот здесь вот у меня документы. Это с Казахстана. Тут наши дипломы, медицинские книжки. Потом эти... Здесь медицинские у нас карты. И детей, которые вот при рождении большие нам давали. Также вот этот паспорт ребенка. Это, допустим, когда Богдан ходил в детский сядик, мы там ежегодно проходили комиссию. И вот по годам здесь вот все его измеряли. Ну, на всякий случай, это все нужно будет сохранить. И у меня уже вот отдельные папки. Это именно от ГИВОК, да, на квартиру. Это у нас СМИДИАМАРТ. Это, по-моему, ШТАТВЕРКЕ. ШПАРКАСЫ. Это ФРИНЕТ. В общем, вот такая вот куча документов. Мозг взрывается иногда. Я немножко уже раскидала. Получается, в этот отсек я положила именно те документы, которыми мы очень часто пользуемся. Правда, не знаю, но так удобно нет. Но, в принципе, все видно. Но, может быть, какие-то сюда для документов что-то взять. Если знаете, посоветуйте. Я видела, по-моему, в Ольварде продаются. Может, что-нибудь как-то вот такую вот резачу взять, чтобы удобно было доставать. Посмотрим туда дальше, приобретем. А на эту сторону я положила все документы тоже здесь, но которыми мы практически не пользуемся. Либо очень-очень редко. И сейчас вот в большую. Я хочу вот то, что вот здесь осталось раскидать. Это такое уже вот прям наше. Тут перебираю фотографии. Божечки. Для начала хочу вам показать молодого Сережу. Посмотрите, какой он был. Боже мой. Вот. Худой такой. Тут такая же. Вот. Сейчас. Вообще. Какой-то другой. Ну, вот это вот, скорее всего, да. Я уже его познакомилась, по-моему, в это время. И что еще хотела вам показать. Это вот у нас с детского садика. Тополек. Мартугский детский сад. Красавчик такой, когда выпуск был у него. Это его любимая учительница Татьяна Александровна. Влюбился в нее. Цветочки каждый день ей носил. Такой вот. И это уже у нас Амелия. Такая вот девушка. Тоже ее группа. Ее воспитатели любимые. До сих пор она их вспоминает. Особенно Гульшатка Дыровну. Постоянно вспоминает. И еще хотела вам показать. Смотрите, какая девушка. Ее обязательно надо в рамку поставить. Она у нас была, по-моему, в рамке. Вот это вот. Боже мой. Казашечка такая. Специально вот мы уже знали, что мы будем уезжать. И чтобы на память там можно было разные костюмы выбрать. Но я выбрала вот такой вот. Ой, божечки, красавица. А это Богдан. Тоже в садике делали. Такой вот морячок. Красавчик. Тоже большие фотографии с цирка. Но это мне не очень понравилось. Как-то здесь им просто лица от фотошопили. Как-то совсем неестественно. Тоже в садике делали. И вот этого тоже. Ну, это они одевали одежду прям. А это сразу видно, что фотошоп. И вот. Вообще ужасная какая-то. Ну да ладно. Это я беременная. Двадцать одна неделя нашему сыночку. Такая вот я была беременняшка. Там на утренник ездили. Сейчас надо все раскидать. Это мы в Алмату ездили, когда экзамен я сдавала. А один нас фотографировали. А это на свадьбе моего братишки двоюродного Артема. Какой год? Двадцать первый год. Тоже вот красотка такая. Так, ладненько. Буду я сейчас все перебирать. А, еще хотела вам показать. Вот это вот я специально храню. А это такая, по-моему, на ручку одевается. Нет, вру. Вот это вот. Сейчас я открою. Она такая маленькая. Аж не верится, что она была. Вот посмотрите. Это одевалось на голову. Если что, я найду фотографии и ставлю. Это когда мы ее крестили. На ней вот это было, я специально думаю, сохранить, чтобы оно все равно имеет какую-то силу. На голове у нее была вот эта вот повязочка и на ручке немножко примялись вот такие вот розочки. И также я до сих пор храню вот это вот полотенце. Оно тоже скрещение. И когда Богдана мы крестили, я его купила. Оно красивое такое специально. Вот видите, с крестами. Я, по-моему, его даже ни разу не стирала. Потому что его вот надо хранить. И говорят, что когда, допустим, ребенок сильно болеет, да, вот не может выздороветь, нужно это полотенце либо где-то рядом положить, либо над кроваткой, либо укрыть. И то, что оно имеет какую-то силу. Ну, наши детки крещеные. Так, я вам еще кое-что хотела показать. Сейчас открою, покажу. Тоже это надо будет как-нибудь сделать. Это подарок от моей сестренки. Смотрите, это вот такое вот красивое фотополотно, да. Мне сестренка тогда подарила перед отъездом практически. Но она сейчас немножко помялась. Непонятно выглядит. Она вообще была в такой рамке. Но везти было неудобно. И мы вот эти сняли. Ну, просто, знаете, на речках. Можно потом вот сделать. Надо как-нибудь. Наша семья. Такой вот подарочек. Увезли с собой из Казахстана. Так, ну все. Буду я сейчас это все разбирать, ностальгировать и смотреть на наших маленьких деток и на нас, молодых, красивых. Не переключайтесь. Также есть такие вот портфолио. Это со школы уже Богдану передали. Когда мы уходили, тут его все поделки, которые он делал, всякие разные. Тетрадка его по математике, первый класс и, по-моему, по обучению грамоте. Я специально сохранила. Вот так вот мы учились писать. С русским языком у нас были страшные проблемы. Он абсолютно... Ему сложно было вот эти соединения делать. И что я заметила сейчас, он, когда пишет на немецком, у него просто стал почти идеальный почерк. Если бы он еще старался аккуратно писать, потому что нет соединений, ему намного легче. Ну вот так вот мы мучились. Ну с математикой он всегда хорошо. Его всегда хвалили учителя, кто по математике. И вот это вот уже у нас так. Это фотограмматы со школы. Это он в садике. Меня рисовала... А нет, Амелия рисовала. Это меня, да. Красотку маму. А, значит, вот это вот папка. Тут все вместе. И Амелины подделки. Вот это точно я знаю, Амелины. Все садика. Тут их очень много подделок. Это они мне на день рождения делали сами. Я также вот поставила иконки сюда на полочку. Это все иконки мне мама передала. Мы все-таки люди верующие. Да, может быть, это как-то некрасиво вписывается. Но, мне кажется, это намного важнее. Ребят, в общем, сегодня у нас, как и обещала нам этот прогноз погоды, жара максимальная, 29 градусов. Ю-ху, Германия прям жарит. Да, господи. Ну, нет. Мальчик тоже хочет купаться. Куда мы идем? Бассейн! И мы собрались на наш Альштадтбат, бесплатный бассейн. В прошлый раз, как вы знаете, мы туда хотели попасть. Но не попали, потому что был там то ли санитарный день. А я там не был еще раз. А мы тогда... Но сейчас мы посмотрели. Вроде этот открытый. До 17.00. Нет, до 19.00. Да, он работает. На улице прям очень жарко. Буквально вот мы 3 минуты. Чик-чирик, чик-чирик. Сразу мы в купальниках. Богдан в плавательных этих шортиках. Это на самом деле купальник. Я просто лепочку одела. Да. Жарит, 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 парит. Что там? Дверь открыта. Ой, там народу. Очень много народу. Это не круто. Потому что жарко, все хотят купаться. Ну, что там, детки, будет вам весело. И что? Народу просто нереально много. Сейчас бы местечко нам найти. Ну, только где и солнышко, Зая, я позагорать хочу. Я-то загорать. Ну, я загорать. Вы же все равно купаться будете, Зая. Пошли вон, вон туда. Мам, мне же не надо в футболку снять и все, да. На месте. На месте. Даже в раздевалку не надо. А я хочу в раздевалку. Тебе просто юбочку снять и все. Нет, я в раздевалку. Место нашли мы аж возле детской площадки. Посмотрите, как далеко отошли, потому что все впереди занято. Вы не долго идете? А? Ну, далеко идете, но ничего. Я буду загорать, а вы будете купаться. Амиря, тоже можешь юбочку снимать и все. Я в раздевалку. Да зачем тебе просто так сними и все? Жарко, да? Сейчас кремом тебе еще намазать надо. А у тебя тоже. Мне первым. Я. Девочки, пожалуйста. Девочки первые. Мне надо уступать. Баглян, ты можешь сам давай. Руки хотя бы мажь, да? Руки нет. Чтобы не сгореть. Даже на небе вообще ни облачка нет. Да, Сами. Да. Мам. Я тебя с ним не пойду. Хорошо, хорошо, растирай. Сейчас я потом тоже растеру. Большое. Ты уже мокрый. Между прочим. А-а-а-а. Ну все, мы все намазались. Амеля уже на шпиль, пят. Амеля, я тебя раскачаю. Готов? Так, где мои шлепки? Пойдемте, я вас немножко провожу Посмотрим Она сказала, не хочет брать И потом я вернусь Загорать Не хотят в детском? Хотят в большом Хотя водичку пощупайте Там по-любому теплее Холодная вода Холодная? Тогда в большое не едите Хотя купаться Нет, она сейчас привыкнет Она не сильно холодная? Вот так, да, немножко Ладно, прискайтесь Амелия уже там А Багдан где? Багдан Что, как водичка? Да Привыкаешь? Чтобы выходил грето на солнце, хорошо? Давай Держи Сейчас придут Но она здесь помог Ты, по-моему, уже привык Сейчас папа Запалится Запалится Ничего себе Осторожнее Осторожнее Ладно, поду я туда Давайте Приятного купания Ну что? Мы уже топаем домой Благо дом рядом Три минуты Ну да, уже Я еще хочу купаться Сколько? Пару часов мы там были, да? Где-то часика Два с половиной Два с половиной Два с половиной Два с половиной В общем, дети наплавались Я хочу купаться Я хочу купаться Дети хотят каждый день Я хочу купаться Что, как водичка? Кайф Кайф Еще прохладное Да, то, что до этого Все равно было Прохладно Дожди были Поэтому водичка, конечно Не парное молочко Ну что, на этом Влог наш сегодняшний закончен Всем спасибо Всем пока Не забудьте ставить лайки И подписываться на канал Чусь